Спасибо за возможность перед вами выступить. Ну, я начну с таких, может быть, банальных вещей. Кто переделал формат? Ладно, у нас будут некоторые проблемы со слайдами, потому что что-то тут наслаивается фонд слайда на текст. Ну, неважно. Ну, в общем, самый главный подход, конечно, какой? Сохранение функциональности при достаточном радикализме лечения. Значит, традиционно, естественно, опухоли локализованных стадий могут лечиться каким-то одним методом, а вот что касается 3-4 стадии, то это, безусловно, клиенты для комбинированного лечения. И, как уже сказал Замир Ахпеттин, большинство пациентов, которые к нам приходят, это, к сожалению, именно локально распространенные опухоли. Ну, вот какой стандарт, в общем-то, лучевой терапии на данный момент при распространенных опухоли? Это 70 грей на все места, которые мы видим, как опухоль, и зоны субклинического поражения 50 грей или несколько больше дозы. Я имею в виду классическая фракционированность сейчас. Ну, что касается способов подведения этой дозы, то на современной этапе должна быть либо комфортная лучевая терапия, либо при возможности, конечно, интенсивно-модулированная лучевая терапия, которая позволяет в ряде случаев сохранить критические органы. Вот здесь видно, как обойден спинной мозг. Ну, в основном, перемущества получают больные за счет уменьшения частоты у них ксеростомии, потому что можно сохранить им хотя бы часть слюнных желез. Ну, что касается химиотерапии, одновременной случевой терапии, как, в общем-то, такой наиболее распространенный метод комбинированного лечения, то результаты вот этого вот крупного достаточно метаанализа говорят о том, что, да, действительно, одновременное химиолучевое лечение примерно на 6% повышает пятилетнюю выживаемость. Это достаточно немало, надо сказать. Значит, ну, здесь представлены результаты этого метаанализа. Так, как здесь работает у нас указочка-то? Ну, вот вы видите, явное преимущество при химиолучевом лечении надо одной только лучевой терапии. Значит, ну, здесь показан состав этих пациентов, не видно, но не будем на этом останавливаться. Вот более наглядный пример. Видно, действительно, прирост порядка 7% у пациентов. Это орофарингеальный рак. То же самое мы видим при распространенных опухолях гортани. Тоже вот лучевое лечение. Вот химиолучевая терапия. Безусловно, и общая безрецидивная выживаемость у этих пациентов выше. То же самое касается носоглоточного рака. Примерно те же самые проценты дает добавление одновременной химиотерапии с облучением. Значит, что касается индукционной химиотерапии, то, как видите, данные достаточно проречивые, но при метаанализе вообще индукционная химиотерапия общую выживаемость пациентов не повышает. Это надо понимать. И когда мы проводим индукционную химиотерапию, мы ставим перед собой какие-то другие цели. Либо, может быть, какое-то сокращение объема опухоли для улучшения дальнейшей переносимости лечения. Может быть, какие-то проблемы, которые должны быть решены пациентам за то время, пока он получает индукционную химиотерапию. Но это не способ повышения общей выживаемости у этих пациентов. Что касается химиотерапии. Что мы понимаем под химиолучевым лечением? Это, конечно, высокие дозы цисплотина. Как вы видите, здесь в тех случаях, если пациент во время лучевой терапии получил менее 200 мг цисплотина на метр квадратный, то фактически химиолучевым лечением это назвать нельзя, потому что его результаты не будут практически отличаться от самостоятельной лучевой терапии, а получит он только токсичность. То есть, если мы проводим химиолучевое лечение, оно должно быть в полных дозах. Что такое 200 мг на метр квадратный? Это либо два цикла химиотерапии полных, либо три редуцированных за время лучевой терапии, потому что если это меньше, то фактически мы эффекта, скорее всего, не получим. Ну, также, что касается подбора пациентов. Здесь такая работа представлена. Пациенты старше 70 лет, которым планировалось химиолучевое лечение, к сожалению, только в четверти случаев получали его в полном объеме, при этом у них было значимо больше осложнений, и, что самое неприятное, у них была достаточно высокая смертность первые три месяца после завершения лечения, практически в 6 раз выше, чем у более молодых пациентов. Поэтому, когда мы начинаем у таких пациентов химиолучевое лечение, мы должны понимать, что из них только четверть пациентов, может быть, получат от него какую-то выгоду, но при этом достаточно большое количество могут получить от него и вред. Речь здесь идет именно как раз о цисплотине. Значит, ну вот что касается рекомендации, ну, здесь представлены астровские рекомендации, пациенты треть-четвертой стадии, ну, это практически большинство пациентов, должны получать, конечно, химиолучевое лечение с применением больших доз цисплотина. Если они не могут его по каким-то причинам получать, тогда возможно применение одновременно цитоксимаба, комбинации карбоплотина-5-торорацила, каких-то еженедельных введений цисплотина, но все эти схемы на самом деле менее эффективны. Пациенты с третьей стадии также могут получать системную терапию. Если это Т3, пациенты при Т1, Т2, Т0, то есть формально тоже третья стадия, у них системная терапия находится под некоторым вопросом, потому что здесь надо уже сопоставлять пользу и риск. И, наконец, пациенты первой и второй стадии, конечно, одновременно химиолучевой терапии не нуждаются. Что касается цитоксимаба, ну вот существуют такие публикации, это крупные рандомизированные исследования, где показано, что да, при химиолучевом лечении, точнее биолучевом лечении, так скажем, с цитоксимабом, результаты также повышаются по сравнению с одной только лучевой терапией. Ожидается, что это будет менее токсично и лучше переноситься пациентами. Но тут появилось совершенно недавно, попалось такое исследование у пациентов с как раз позитивной карциномой, низкого риска, низкого риска это в данном случае значит, что они не курящие и не пьющие. Значит, и у них все-таки терапия с использованием, это благоприятная группа, которая должна хорошо поддаваться лечению. И у них все-таки, если отказывались от цитоксимаба, общая выживаемость достоверно снижалась и количество рецидивов возрастало. Вот это вот пациенты, которые получали цитоксимаб, количество их рецидивов, это пациенты, которые получали химиолучевое лечение на основе цисплотина. И что самое неприятное, на мой взгляд, то, что, в общем, несколько обескураживает, то, что интегральный показатель здоровья у них, в общем-то, не отличался и токсичность была и того, и другого режима сопоставима. Так что, видимо, мы еще про цитоксимаб тоже знаем не все. Но вот другой метод традиционной повышения эффективности лучевой терапии, это альтернативное фракционирование, но не буду останавливаться на видах, скажу только, что наиболее эффективным является гиперфракционирование, то есть облучение несколько раз в день, если уж этим заниматься. В изгнанных группах пациентов это дает достаточно высокий прирост безрецидивной выживаемости. Но что касается общей выживаемости, при крупных исследованиях, при большом метаанализе, более 6 тысяч пациентов, к сожалению, прирост пятилетней выживаемости был всего лишь в пределах 3%. И в основном это были пациенты именно с гиперфракционированием, другие варианты, вот ускоренное фракционирование, то есть 6 фракций за неделю, еще имело некоторое преимущество, а другие возможные режимы, к сожалению, ничего кроме токсичности не добавляли. Так, ну здесь, наверное, не очень хорошо видно, здесь показано, вот основное, что есть, что множество исследований, в которых сравнивалась химиотерапия, одновременно с лучевой терапией, с альтернативным фракционированием, и практически везде химия-лучевое лечение давала лучшие результаты. Ну, вот это, в общем-то, суммарная комбинация из тех же самых данных. Так, что надо понимать, что и альтернативное фракционирование, и химиотерапия, одновременно с лучевой терапией, они и те, и другие добавляют осложнений, конечно. Но вот если химиотерапия, она добавляет в основном острые лучевые реакции, то есть это мукозиты, прежде всего, разных совершенно локализаций, в зависимости от того, что облучается, то альтернативное фракционирование, оно, что не очень приятно, оно приводило к повышению частоты ксеростомии третьей степени и выше. И это надо понимать, что это осложнение необратимое, потому что позднелучевые осложнения с ними бороться, к сожалению, очень сложно. Но, что касается стандартов, то при третьей-четвертой стадии могут проводиться альтернативные режимы фракционирования в тех случаях, если пациенты не являются кандидатами для проведения химиолучевого лечения. Наибольшую пользу от альтернативного фракционирования получают пациенты третьей стадии, но это, видимо, связано с тем, что у них, может быть, объем облучения несколько поменьше. И, наконец, пациенты с начальной третьей и второй стадии в общем-то должны подвергаться классическому фракционированию, поскольку пользы они от смены режима фракционирования получат немного. Ну и, конечно, наш основной комбинированный метод на современном этапе это послеоперационное облучение. Какие же пациенты должны получать послеоперационную лучевую терапию? Это пациенты, у которых есть Т3, Т4 и Н как минимум плюс. Но Н2, Н3 безоговорочно, Н1 желательно. Хотя здесь надо говорить с пациентом о том, что он будет переносить определенные неудобства в связи с этим облучением. И, может быть, оно будет сильнее, чем польза от этой лучевой терапии. Значит, что касается доз. Ну, там, где есть опухолевое поражение, должна быть доза 60-66 грей. Если операция проведена радикально, достаточно 60. Если имеется положительный край 66. Ну и если остался макроскопический кусок опухоли, то, конечно, там опять-таки те же самые 70 грей, что и при самостоятельной лучевой терапии. Кто же должен получать... Так, это, по-моему, повторяется слайд. Химиолучевое лечение. Вот здесь представлено исследование послеоперационной лучевой терапии одновременно с химиотерапией. Как видите, действительно, да, тоже отмечается некоторый прирост выживаемости у пациентов, которые получают в послеоперационном режиме химиотерапию одновременно с лучевой терапией. Но при более детальном рассмотрении оказалось, что пользу-то от добавления химиотерапии получают не все пациенты, а только те, которые имеют дополнительный фактор риска, а именно позитивный край, либо экстракапсулярное распространение в лимфоуглах, тогда у них достоверно повышается выживаемость при применении одновременного химиолучевого лечения. Если у них этих факторов дополнительных нет, то добавление химиотерапии этим пациентам, как правило, ничего кроме добавления токсичности не дает. Ну, в общем, это повторение того, что я уже сейчас сказал. Ну и теперь я хочу вам предложить несколько несложных вопросов для интерактивного голосования по материалам того, что я только что сказал. Спасибо. Вы проговорите вопрос и варианты ответа пока голосующие? Хорошо. Значит, по вашему... Оп. По вашему мнению, какому пациенту показано значение одновременной химиотерапии и принесет наибольшую пользу? Это пациенты 1-й и 2-й стадии голосового отдела гортани, это рак дёбной миндальны Т3Н2, рак вестибулярного отдела Т3Н1М0 после радикального хирургического лечения и рак гортани, рак гортаноглотки Т2Н1М1. Ну, и слава богу. М1 не одновременно. Там сначала нужно полноценные. Так, это коварный вопрос, да, засыпку. У вас голосование идёт или уже закончилось? Голосование ещё идёт, всё, 100%. Нет, я просто, я думаю, что... Кто-то один проголосовал? Нет, нет, надо посмотреть ещё. Нет, я знаю точно, что не один проголосовал. Нет, 100% это же дело, кто смотрит. Это всё, 100% ответили, мне кажется. Сейчас нам ответят. У нас продолжается голосование? Нет, человек проголосовал. Проголосовал, да? Михаил Маркович, мы тогда продолжаем дальше. Да. Ну... Да, это тоже вопрос для голосования. Нет. Так, или что это такое? Это тот же самый вопрос. Так, значит, следующий. Так. Значит, ну и вот здесь такой клинический пример. Значит, у пациента рак гортани Т4Н1. Проведено лечение, ну, радикальное хирургическое лечение. Крайоризекция отрицательный, лимфовы без выхода за пределы капсулы. Значит, что с пациентом следует делать в послеоперационном периоде? Наблюдать, послеоперационную химиотерапию проводить, послеоперационную лучевую терапию, либо послеоперационное химиолучевое лечение. Они борются. Они в сумме все равно 100%. Все желающие, наверное, уже успели проголосовать. Ну, в общем-то, большинство ответили. Ну, правильно здесь сказать нельзя, но так, как положено по современным действующим рекомендациям, потому что, если у пациентов нет дополнительных факторов риска, то одновременное послеоперационное химиолучевое лечение ему не принесет дополнительной пользы по сравнению с просто послеоперационной лучевой терапией. Ну, на этом я поблагодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...